Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Игоревич Чуркин. Я преподаватель по классу гитары детской школы искусств «Гармония». Мой сегодняшний доклад называется «Содержательный подход к обучению музыке. Методика интеграции эмоциональной составляющей в технику исполнения». Как мы все знаем, русская традиция музыкальной педагогики – это традиция содержательная, которую установил в свое время Антон Григорьевич Убинштейн и развили ряд его последователей. Все мы эти методы и принципы в своей практике используем. Что это за принцип «Содержательной педагогики»? Это принцип приоритета содержания надформы. Прежде чем внедрять эти принципы, методы содержательной педагогики, надо понимать, что же является содержанием музыки. Конечно же, вопрос содержания музыки спорный. До сих пор философы ломают копья. Но вслед за исследователями музыкальной психологии мы полагаем, что содержание музыки прежде всего в эмоциях. Ну, естественно, мы все в своей работе работаем над эмоциональным образом в произведениях. В своем докладе я хочу показать, как перенести эту работу над эмоциональными образами в технические комплексы. В самый, так сказать, корень, откуда начинается исполнительское мастерство. Начинается оно с базовой техники. С базовых технических комплексов. Ну и сейчас я покажу, как это применяется на практике. Конечно же, в рамках 15 минут все, что написано в статье, вы можете, безусловно, ее открыть, прочесть и посмотреть, что, откуда, зачем и почему. Сейчас я просто покажу на практике, как эти принципы, методы содержательной педагогики я реализую в технических комплексах со своими учениками. Итак, первый вариант технологии, который использует эмоциональное состояние для работы с техническими комплексами. Покажу и расскажу о том, как это происходит на примере. Допустим, мы занимаемся с учеником третьего класса и играем с ним солнечный ля мажор. Вот уже на технических разминках мы третий урок, допустим, с ним ее играем. Она у него уже в пальцах, то есть мы уже разобрали, как это правильно позиционно играть. Левой, правой рукой, допустим, мы разобрали интервальный состав. То есть в первые два этапа они как раз включают в себя все эти технические вещи. Мы немножечко ее поиграли, пальчики вспомнили, куда, чего нажимать. Вот, правая рука вспомнила, как действовать, левая рука, знаки, названия нот. Сделали, хорошо. Ну а затем мы начинаем работать с эмоциональными состояниями. И я прошу и показываю ему, как этот ля мажор можно сыграть по-разному. Вот, допустим, я играю, больше показываю. Вначале надо больше показывать. Уже потом, на следующих этапах, можно больше говорить, больше объяснять. Чтобы он сам придумывал, сам из своей головы все эти состояния, примеры придумывал. Итак, вот показываю. Вот торжественно кто-то приезжает и мы радуемся этому. Вот он, такое ля мажор. А потом, допустим, ну, солнышко встало, тихая, спокойная радость. Вначале, на первых этапах лучше всего работать на контрастных состояниях. Чтобы прям разница в эмоциональных состояниях, она была большой. Тогда ребенку легче. Естественно, мы пользуемся, это же у нас технический комплекс, да, что торжественно это у нас было аппаянда. А тут мы тиранда уже, чтобы полегче было. Или если стоит задача отработки мягкого аппаянда, очень хорошо, кстати, это работает, потому что тихая радость, да, и пальчики сами расслабляются на аппаянда, аппаянда становится легеньким, хорошим. Вот, как раз вот здесь эмоции, эмоциональная составляющая очень хорошо помогает, потому что очень часто у детей аппаянда остается тяжелым и трудно добиться легкости. Вот, просто, ну, играя аппаянда легко, ну, а вот тут тихая радость у тебя. Тебе легко и спокойно, и аппаянда становится легким и спокойным. Очень хорошо работает. Эмоциональное состояние можно брать не только со слов, не только объясняя, но и брать в пример некоторые музыкальные заготовки. Например, вот для ля-мажора я очень люблю в качестве такой музыкальной заготовки с готовыми, хорошими, контрастными эмоциональными состояниями ронда а-ля тюрка Моцарта. То есть, вот, допустим, у нас торжественная радость. И играем гамму. Вот. То есть, здесь уже даже объяснять ничего не надо. Оно все в музыке, все только бери и делай. Контрастное эмоциональное состояние здесь же. Вот. Такая радостная суета. Ну, не знаю, ну, как это объяснить словами. Ну, как в музыке, в общем. На последнем этапе, если время позволяет, можно с этой гаммой поиграться. То есть, допустим, делаем торжественный. А потом ответ. Мягкий. Либо, вот здесь, видите, я и первую, и вторую фразочку, да, первый и второй фрагмент гаммы, я сыграл, останавливаясь на устойчивых ступенях. То есть, это более конкретные состояния. Если я, допустим, сыграю вот так. Тогда, ну, то есть, как бы, торжественно, но появляется какая-то неопределенность. Волшебная шестая ступень. Или вот. Вот. Очень хорошо. Вот таким вот способом. Да, то есть, я показываю, он повторяет. И вот ее слышно, эту третью ступень. И слышно, что она конкретная. И эмоциональное состояние, оно, в общем-то, конкретное какое-то. А вот. Мы требуем чего-то дальше, да. И вот здесь мы тихонько, спокойненько завершили. Здесь мы не только используем динамику, штрихи, но еще и свойства ступеней для выражения определенных эмоций. Вот тоже такая очень хорошая практика. Второй вариант педагогической технологии. Значит, этот вариант я использую чаще в своей практике. И он предполагает работу в тесной связке с тем произведением, которое мы изучаем. Ну вот, пример использования я покажу записанные фрагменты с урока. Значит, мы с учеником разбираем тринадцатый этюд каркасе. Вот, покажу. Вот этот вот этюд. Ну и смотрите, как все происходит. Вот, а теперь послушай этюд. Вот ты сыграл гамму ля-мажор, а теперь послушай этюд в ля-мажоре, который мы с тобой изучаем. Ну вот, кусочек, фрагментик, да, ты знаешь? Вот, а теперь скажи, какой он, вот эмоционально какой? Плавный, мягкий. Плавный, мягкий. Не резкий, очень светлый. Светлый, не резкий, мягкий, плавный. А теперь вот эту вот гамму ля-мажор сыграй примерно вот… Не спеша. Вот. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да? Вот в этом настроении, в этом характере попробуй. Подожди, подожди, это жестковато. сделать свою суровую мужскую улыбку чуть чуть помягче до посветлей и играют с этим настроение давай мя мягкости давай правой руке правой руке мягкости вот смотри вот 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 здесь вот 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 здесь у тебя мягкость вот здесь мягкость ну-ка давай аппликатуру подучим хорошо хорошо хватит теперь давай поработаем на контрасте вот там музыка которая тебе ближе да это рок-музык ты любишь такое напористое агрессивное движение вот давай вот такая здесь здесь она меняется уже да здесь первый вот тогда хорошо здесь у тебя гораздо легче получилось потому что это твой характер это твое движение мягкая светлая плавная это не поете но тем не менее давай теперь мы поработаем на контрасте чтобы ты почувствовал вот именно что музыка может быть разные что играть можно парад и даже гамму можно играть по-разному вот мы начинаем в твоем любимом доходим до нотки ля и отсюда идет пошла другая музыка другая гамма прошел остановись подожди подожди остановись на нотке ля тихо 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 послушай татата 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 вот она вот она вот она и обратно в этом же движение иди это очень жесткая нота соль еще 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 мягче да ну хорошо а здесь здесь она меняется уже да здесь первый вот тогда хорошо а здесь у тебя гораздо легче получилось потому что это твой характер это твое движение мягкая светлая плавная это не поете но тем не менее давай теперь мы поработаем на контрасте чтобы ты почувствовал вот именно что музыка может быть разные что играть можно парад и даже гамму можно играть по разному вот мы начинаем в твоем любимом доходим до нотке ля и отсюда идет пошла другая музыка другая гамма прошел остановись подожди подожди остановись на нотке ля тихо 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 послушай татата 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 вот она вот она вот она вот она и обратно в этом же движение иди это это очень жесткая надо соль еще 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 мягче да ну хорошо и так подведу итог тому что вы увидели тому что я сказал раньше значит успешное использование показанной технологии она очень сильно зависит от личностных характеристик педагога от характера ученика от настроения нужно быть осторожным особенно если у вас есть ученики с овз вообще работа с эмоциональными состояниями здесь нужно быть очень осторожными нужно будет его очень осторожным если вы видите что ученик находится подавленном состоянии что у него какие-то проблемы естественно здесь лучше все эти методы оставить тем не менее данная практика она дает хорошие результаты и безусловно методы содержательной педагогики их нужно скажем так интегрировать во всю весь процесс не только в работу над произведениями потому что здесь получается такой дисбаланс вы с произведениями вы требуете одно вы требуете содержание вы требуете эмоций а в технических комплексах у вас робот допустим есть если этого не поэтому здесь безусловно это будет давать результаты если мы сможем интегрировать методы содержательной педагогики в том числе и в технические комплексы